Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу с вами поделиться, как вы уже поняли, одним из вариантов, очень уловистой, но немножко обойденной вниманием, мушки, как Александра. Практически универсальная для любой рыбы, в зависимости от того, на каком крючке изготовлена. Давайте с вами изготовим, а я потом вам все буду рассказывать. Как всегда, я буду немножечко отступать с расчетом того, что мы изготавливаем немножко в других условиях наши мушки. Я беру крючок. Как вы видите, у него жало отогнуто в сторону и покрыто специальным покрытием для того, чтобы выдерживало морскую рыбалку. Это крючок фирм Джексоновский. Если по каким-либо причинам у вас его нет, не расстраивайтесь. Вы его можете, допустим, заменить на любой другой крючок, который у вас есть, вплоть до того, что карповый, потому что наши все карповые крючки, которые достаточно хорошего качества, согласно цены их, они все рассчитаны на рыбалку в жестких условиях. Мы теперь немножечко огрузим наш крючок. Немножечко капнем клеем на цевьё. И буквально саму середку цевья. У меня есть вот такой свинец, который тоже был в наборах. Я, если мне необходимо, его обкатываю. Если не надо, я оставляю в таком варианте, как он есть. И буквально там, где начинается наш загиб, подхватываю наш свинец или используем, вот как в моём варианте, можно не использовать функцию тисков. Можно рукой, если это позволяет вам свинец. Проведём намотку, не доходя буквально, ну, ещё, да, вот так будет достаточно, буквально там 3-5 миллиметров до колечка. Удаляем остатки, подравниваем наш свинец. И теперь самое основное, это то, что мы будем крепить элементы немножечко не так, как обычно изготавливается мушка Александра. Нанесём немножечко клей у загиба. И я беру красную нить. Ну, у меня, допустим, есть несколько вариантов красной нити, но так как у меня из набора хендесовская, вот такая. Ну, она меланж, поэтому я её для таких целей и держу, так как она у нас хорошо тянется, но очень уж ниточка сама по себе хлипкая. Закрепили нашу нить. И теперь нам необходимо изготовить у этой мушки хвостик. Но прежде чем мы с вами будем крепить хвостик, мы должны определиться, с каких материалов что мы будем делать. Как я уже говорил, я обычно беру вот такие вот перья, которые остаются у меня от работы пуховые. Они очень хорошего качества, флуоресцентные, светятся прямо великолепно и хорошо играют в воде. Вот, допустим, я беру, покажу вам этот вот кусочек наших перьев. Как вы видите, вот так я рукой подровнял и потом просто беру и удаляю. Вот так беру. Складываю в пучочек, примеряем его длину, насколько нам нужно. И крепим. Хвостик у нас не должен быть значительно выдающимся, так как у нас крыло, тогда придется изготавливать несколько длиннее, чем нам будет позволять наше перо. Подхватили. Если по каким-либо причинам вам, допустим, не нравится, можно взять потом и вот так вот эти все перышки. Вот так, давайте я покажу. Взяли, вот так подровняли. Хвостик наш стал достаточно пушистым и ровным. Теперь крепим для и без того нашего красивого тела. Возьмем немножко золотистого или серебристого, какой у вас будет, или проволоку, или леску, это уже большого значения не имеет. Я сделал вот такой косой надрез на люрексе, для того, чтобы мне было его удобно здесь закрепить за самый-самый-самый кончик. Подхватили. И нить я увожу в сторону, она мне пока не понадобится. Я беру другую вспомогательную нить. Вот у меня имеется такая, не знаю, 4-0-6-0, которую использую в основном и при вязании, и при дополнительной обмотке тела. Теперь нам необходимо с вами подровнять все неровности, которые у нас есть при намотке свинца, придадим небольшую форму нашему телу. Подровняли наше тело. Желательно, чтобы было обязательно, даже нежелательно, чтобы было белое. И теперь я уже показывал в одном из фильмов, что клондайк для вязальщиков это зайти в волонтерейный магазин. Вот один раз я нашел вот разную вот такого цвета тесьму, шириной и как вышло плетеное вот такой вот трубочкой. И изготавливал уже неоднократно из них разные мушки из триммера. Нам нет необходимости сейчас будет мотать тело люрексом, потом обматывать проволокой, потом еще и еще так, как изготавливается в основном Александра. Я взял ампулку и расширил свою трубочку. Снимаем аккуратно, так, чтобы не примять. Вытащили ампулку. И одеваем теперь уже на наш крючок с формированным телом. Как вы видите, его диаметром трубочки нашей и то, что мы выполнили огрузку вполне достаточно. И у нас выходит вот такое симпатичное тело. Чтобы мы 10 раз одной тоже не резали и не отматывали, подровняли сколько есть нам необходимо до колечка. Вот так берем, отодвинули и здесь ножничками прямо под само колечко отрезали. Очень хороший материал. И теперь аккуратненько рассредоточим нашу трубочку по цевью. Поэтому мы оставляли здесь у загиба красную нить, чтобы мы могли аккуратненько прихватить наш люрекс трубочку эту. Как видите довольно-таки нормальное красивое будет тело. Не надо ничем нам его дополнять. И наносим буквально пару виточков вполне будет достаточно. Капнем капельку клея на место крепления. Так как люрекс у нас хоть и металлизированный, но все равно имеет особенность рваться. Очень удобно изготавливать всевозможные стримера. Я потом в дальнейшем вам покажу. Вы видели уже нимфы, разные стримера. То есть есть у меня заготовки, которые вас порадуют. Отрезаем лишнее. Берем другую нить, которую мы будем уже вести окончательно крепеж всех материалов и нашего крыла. Крепим укоречко и сразу стараемся подхватить аккуратненько вот так нашу трубочку, чтобы она у нас не топоршилась. Оставляем обязательно место хорошее укоречко. можете выполнить традиционно, как вы привыкли эту Александру. Закрепили нить и теперь нам необходимо с вами провести ну такой я считаю небольшой штрих это приукрасить, а заодно мы немножечко больше дадим привлекательности нашему стримеру. Как вы видите вот в таких вариантах как я изготовил сейчас тело для мушки Александра можно изготавливать тело для очень очень многих стримеров. Привлекательность очень хорошая. Эта сама пленочка имеет расцветку мне попадалось четырех и зеленая и фиолетовая и черная и красная не было правда вот оливковой. Но скажу вам по секрету довольно-таки крепкий хороший люрекс. Закрепили проматываем место крепления нашего люрекса которым мы выполняли обмотку так чтобы мы дошли до места крепления нашего свинца. когда мы формировали тело. Немножечко нанесем обязательно буквально хорошую такую жирную капельку клея чтобы прихватилось. Теперь при изготовлении мушки обычно по-разному закрепляют материалы. в некоторых случаях допустим делают опушку потом ставят крыло некоторые ставят крыло потом делают опушку. Я предпочитаю все зависит это уже небольшие секреты вязальщиков все зависит от того какая в конечном итоге уже выходит у нас мушка. Поэтому это мы отдельно с вами рассмотрим. а в данный момент мы выполним так как она должна исполняться. Единственное только лишь это то что я делаю цветовую гамму раздражителя я буду использовать в качестве опушки вот такое желтое перышко которое тоже у меня по остаткам так же как и у вас должно оставаться и не выбрасываться. Закрепили нить нить увели в сторону буквально для обозначения только лишь самой опушечки нам необходимо выполнить один или два оборота в зависимости от того какая пышность вашего пера. Вот мы посмотрели один два оборота я думаю будет достаточно вот где-то так и теперь крепим наше перышко сейчас намочили пальцы увели оставшиеся все бородочки назад чтобы не выполнять нам лишнюю работу парочку раз промотали как вы видите уже наши все бородки которые нам нужны они остались у нас в нужном месте промотали я не переламываю перо в замок так как мне нежелательно здесь делать объемное место для крепления моего пера поэтому я его удаляю вот так если ось пера у вас тоненькая позволяет пожалуйста можете закреплять как вы видите опушечка есть у нас симпатичная теперь самое основное нам нужны вот такие перышки а это мечевидные перья нашего павлина они парные желательно использовать обязательно парную часть так как от этого мушка у нас очень сильно выигрывает почему покажу вам на примере вот мушки которые изготовлены из парных перьев как вы видите эта мушка уже была в зубах рыбы не один раз она примята немножечко пожмакана опушка хвостик но форма крыла которая вот такая напоминает как жучка она у нас осталась а если мы возьмем не парные то у нас все бородки будут торчать в разные стороны в одном из фильмов Игорь Тяпкин рассказывал как более конкретно подобрать перья для мушки Александра значит что делаю я я обычно беру для того чтобы мне было несколько легче работать обыкновенные бокорезы и для себя откушу одинаковый по длине и по ширине сразу кусочек на двух перьях следим следим за тем чтобы количество бородок было хотя бы приблизительно одинаковое с левой и с правой стороны вот как вы видите мы откусили два вот таких кусочка но они у нас симметричные и будут хорошо ложиться теперь мы их подровняли и как вы видите теперь нам остается только вымерять саму величину крыла и закрепить обычно если вязальщик опытный можно сразу взять подхватить притяжной петлей сделать если у вас опыта несколько меньше я покажу вам как вот так немножечко как бы обхватили с двух сторон пропустили перышко перехватили вот так пальцами сверху опять удерживаем обязательно в одной плоскости все перо и притяжной петлей обязательно вот так следим за тем чтобы ничего у нас лишнего не попадало и начинаем потихонечку вытягивать наше перо обязательно держим в одной плоскости добавили еще одну петлю подтянули и у нас в конечном итоге выйдет я правда нарушу у нас выйдет вот такое вот ровненько хорошее красивое крыло теперь нам остается только закрепить здесь и отрезать лишние оборудочки мы отрезали с вами лишние оборудки немножко промотали но еще ничего не формируем для завершения обычно ставят многие вязальщики для украшения перышки джунглевого петушка ну учитывая то что у нас джунглевого петушка не всегда найдется он я предлагаю такой вариант я беру обыкновенный плоский вот такой вот люрекс и для пущей привлекательности хотя наша мушка и так сама по себе уже имеет магический блеск за счет своего пера павлинива также Игорь Тяпкин объяснял по-своему я с ним согласен действительно на рыбу как-то магически действует именно сам цвет пера переламываем в замочек наш люрекс так чтобы он у нас находился по обе стороны нашего крыла остатки отрезаем подровняли по длине крыла длиннее не надо остаточки отрезали как вы видите мы сколько вот не трогаем с вами наше крыло как было так оно и остается это говорит о том что наша парность перьев подобрана правильно если у вас имеется вот допустим кристалл флэш еще какие-либо то есть тоже можно спокойно ставить в качестве украшения это хуже не будет но учитывая наше тело и то что перо здесь раздражителей как для хорошего стримера для хищника больше чем достаточно давайте теперь сформируем головку нанесли капельку лака на головку еще необходимо будет как обычно не один раз нанести и наша вот такая вот симпатичная уловистая приманка готова к работе если у вас будут какие-либо вопросы пожалуйста задавайте что касается химии клея лака инструментов по вашей просьбе я потом попозже сделаю фильм вы если хотите пожалуйста задайте вопросы чтобы более полно я на них ответил благодарю вас за внимание до скорых встреч до новых до новых Продолжение следует...